Здравствуйте, друзья! Показать, как работают новинки в деле и рассказать немножко о них. Собственно говоря, давайте начнем с того, что в принципе объясним, чем отличается именно форелевый типаж удилищ. Дело в том, что если мы говорим о спортивной, ну и вообще о ловле форели, именно ария ловли, то удилище должно быть специализировано, потому что по сути рыбаки форелисты это гедонисты, это люди, которые приезжают сюда за удовольствием. По сути они ловят и отпускают, они даже не фотографируют. То есть именно эмоции, именно драйв это то, зачем едут люди ловить форель. И естественно, нелогично ехать за удовольствием и иметь снасть, которая в принципе это удовольствие не то, что не улучшает, а наоборот гасит. Поэтому дубовые удилища, которые в общем, конечно, безусловно, им и можно ловить, но они, скажем так, ухудшают, во-первых, результативность, потому что с них много сходов, а во-вторых, лишают вас удовольствия. И, собственно говоря, именно поэтому основной типаж форелевых удилищ, это достаточно гибкие, очень миниатюрные, изящные прутики, которые очень хорошо вяжут рыбу и которые позволяют насладиться этим самым, получить максимальное удовольствие от ловли. Благо на водоемах, именно платных, там ничто не мешает для такого процесса, нет никаких препятствий, чистые берега, и, в общем-то, вываживать рыбу можно достаточно долгое время, лишь бы получить это самое удовольствие и результат. Но тут надо четко разделять, что удилища форелевые, они могут иметь как бы два типажа и, соответственно, зависит от того, какое именно направление вам наиболее близко. Либо ловли для фана, ловли в удовольствие, когда вы просто приезжаете для души. Или это все-таки вы нацелены в спорт, у вас есть какая-то спортивная жилка и азарт, и вам хочется именно не просто половить, получая удовольствие, но еще получать удовольствие спортивного плана, адреналин от борьбы с соперником. В этом случае удилища несколько отличаются. Спортивный класс, он подразумевает несколько больший запас, даже не мощности, наверное, а упругости, и позволяет более форсированно вываживать форель. Форель сильная, крупная рыба. Ну, на наших водоемах сейчас все чаще встречается и мелкая навеска, но в любом случае, уже непосредственно на окончании вываживания форель зачастую делает мощный рывок, вяжет достаточно мягкую палку в узел, и когда рядом стоит соперник, это, в общем, зачастую заканчивается тем, что запутываются лески, форель выводится слишком долго. В спортивном режиме это непозволительная роскошь. Поэтому, конечно, спортивные палки, они должны иметь некоторый запас именно по форсированности. Собственно говоря, вот и в линейке Норстримере есть, грубо говоря, вот на данный момент есть четыре серии, две из них именно фанового плана. Это Ариатор, уже известный многим, я очень часто его сейчас встречаю на водоемах, в общем-то люди довольны. И вот новая серия, еще более бюджетная, это Слендер. Соответственно, есть две спортивные серии, это Артефакт и Траутист, топовая серия. Удилища тоже великолепно приспособны для форели, но имеют все-таки некоторый запас, некоторую большую вязкость, упругость бланка и позволяют форсировать события, позволяют больше управлять форелью, даже несмотря на ее навеску. Вот, собственно говоря, о них я сейчас и расскажу. Итак, первая серия, первая по стоимости, и, в общем-то, это действительно бюджетный вариант, серия Слендер. Розничная цена в районе 2,5-3 тысяч рублей, в пределах 3 тысяч рублей, что, в общем, для нынешнего времени это более чем адекватный ценник, тем более, что удилище, ну, вот даже внешне, на мой взгляд, оно очень гармоничное, очень приятно его держать в руке, легкое, изящное. Вяжет рыбу, оно, ну, я не знаю, на мой взгляд, оно липнет к рыбе намертво абсолютно. Прямо чувствуется, вот эта вот часть, несмотря на то, что форелька мелкая, вот, она подключается, и это все-таки, конечно, палка больше для души в делище. Вот, но для своих целей очень-очень хорошо. Данная серия, она все-таки предназначена прежде всего для начинающих, для рыбаков выходного дня, для тех, кто ловит в удовольствие. Потому что вот эта самая липкость, она, конечно, идет в ущерб скорости, она идет в ущерб управляемости. Если вы ловите для души, то эта серия для вас. Если вы ловите для спорта, ну, не уверен, потому что зачастую это, конечно, будет стоить вам большее количество поимок, но меньше скорость. Вот примерно так. Значит, что я могу сказать про эту серию? В серии на данный момент 6 удилищ, причем они идут парами, то есть в каждом росте 632, 662, 682. Есть две модели. Одна по лайтове, другая чуть помощнее. Соответственно, лайтовая модель, это чисто прудовая форель. Это серия, имеющая типичный форель в экипаж, то есть регулярный строй. Они прекрасно подают под форель, под ловлю мормышингом. Бешеная селедка. Но посмотрите, как ее слендер держит. Вот это как раз то, о чем я говорю. Палка более мягкая. Вот это как раз то, о чем я говорю. Посмотрите, как слендер ее держит. Палка более мягкая. Вот если с троутиста, с артефакта, она еще на коротке, может, вот у нее более мощная именно комлевая часть, она усиленная. Это, с одной стороны, плюс в спортивном режиме. Но вот при рыбалке для души, они, конечно, на коротке могут все-таки подслить. Именно из-за того, что они подключаются. Здесь работает весь бланк, она просто прилипает, как пластилиновая крылья. И уже все, у нее шансов сойти. Ну, не знаю. Не знаю, что надо сделать, чтобы ее слить. Те модели, которые идут в этом же росте, но чуть помощнее, они уже подойдут и для более стримовой, для использования более крупных приманок. То есть они такие более универсальные. Кольца здесь, конечно, не самые дорогие. Это идет для того, чтобы, скажем так, обеспечить указанную мной цену. Но, тем не менее, вся фурнитура достаточно качественная. Кольца концепции КАЭР на длинных лапках, что очень способствует дальности заброса. По сути, это изящный и удобный инструмент в зависимости от выбранной модели, либо для ария ловли, либо для легкого стрима. Следующая серия, среднеценовой сегмент, спиннинг-артефакт. Среднеценовой сегмент, это примерно розничная цена, 5,5-6 тысяч рублей. В общем-то, действительно, средний диапазон, но на самом деле спиннинг, в общем, по сути, топчик. Ну, это реально топчик, он топчик во всем, за исключением, разве что фурнитуры, которые, все-таки, я считаю, что топовый спиннинг, он должен иметь, конечно, фурнитуру высшего класса. Здесь она хороший середняк. Это фабрика Сигайт, достаточно известная, используемая на многих известных и достаточно дорогих брендах, но все-таки это не Фуджи, поэтому полноценным топом назвать не могу. Однако во всем остальном серия просто великолепна по всем своим параметрам. В отличие от более бюджетных, более, скажем так, фановых спиннингов Ариатор и Слендер, данная серия имеет усиление в комлевой части, она имеет более упругий карбон, и здесь уже форель ловится, скажем так, более быстро, она не имеет возможности вязать удилище узлом, вы ее полностью контролируете и управляете. Видите, липнет совершенно мертво, наглохо. То есть вот я рыбу вообще в данной ситуации просто ей даю свободу, он настолько равномерно распределяется по всей длине вот эта нагрузка, но вот несмотря на безбородый крючок, у нее шансы сойти. Практически не посмотрю, как он гнется. То есть вот эта вот часть, она хотя и работает, но она достаточно мощная, и не позволяет творить ей все, что угодно. Стоять, дорогие. Спиннинги серии «Артефакт» имеют два типажа, два удилища тубулярные, которые предназначены для хардбейтсов, то есть воблеры и блесны. И, соответственно, два с вклеенным кончиком, так называемый «солид тип» средней жесткости, которые позиционируются для ловли на софтбейты, для мягких приманок. Несмотря на такое позиционирование, в принципе, они пригодны и для того, и для другого, в общем-то, никаких проблем не испытываешь, но, конечно, лучше всего проявляются, лучше всего открываются, именно непосредственно в своем направлении. Я больше всего, я отловил ими вот уже, не знаю, сколько, полтора года, притеринными спиннингами я ловил, мне они очень нравятся, я, честно говоря, не хочу их менять, я к ним очень привык, и они очень гармоничные, хорошо дополняют друг друга, то есть вот в моей стойке как раз стоит четыре артефакта, и, собственно говоря, я считаю, что это идеальный вариант именно для спортивной ловли. Ну, не буду говорить, что совсем идеальный, но близок к тому, по крайней мере, мне очень нравится. Особо я люблю 662-й ОЛС, на мой взгляд, это для резины, наверное, одна из лучших палок, я, ну, просто вот не знаю никаких моментов, которые мне не нравятся. Очень хороший контроль приманки, великолепно видно поклевки, причем пассивная форель, которая уже наколота или там, которая очень аккуратно берет, в силу того, что спиннинг имеет вручный кончик, она не чувствует сопротивления, при этом продолжает двигаться с приманкой во рту, это дает вам там несколько секунд дополнительных для поклевки, она лучше садится. Не знаю, мне очень удобно. Хорошо кидают, я говорю, во всем, во всем спиннинге просто великолепно. Внешне они тоже очень хороши, тканный карбон, удобный катушка-держатель. Опять же, чехол тоже вполне соответствующий топчику. Удобные липучки, плотный материал. Ну, в общем, все как положено для хорошего удилища, которое будет служить вам долгие годы и радовать вас во всем. Уверен, не разочарует никого. Ну и, наконец, топовая серия. Серия, которая действительно топ во всем. В отличие от предыдущего артефакта, здесь уже топовое все. И кольца, и держак, и бланк. Серия Траутист. Вот, розничная цена в районе 10-11 тысяч рублей, что для удилища такого уровня, на мой взгляд, более чем адекватно. Я бы сказал, что даже дешево. Как я уже сказал, здесь действительно все топовое. Титановые кольца, катушка-держатель из ценных пород дерева. Здесь продумано все, там даже на держателе есть пластиковые вставки, в отличие от многих более дорогих собратьев. Очень благородный, лаконичный, японского стиля дизайн. На мой взгляд, несмотря на то, что он лаконичен, он очень нарядный и отличающийся. Опять же, очень удобный и красивый чехол под стать держателю. Ну и, конечно же, ТТХ. Конечно же, прежде всего, важен сам бланк, как работает удилище, а работает он великолепно. На данный момент в серии всего две модели, имеющие одинаковый рост, 662-е, отличаются только тестом. До 4 и, соответственно, до 6 грамм. По сути, это спиннинги-универсалы. Они одинаково хорошо работают, как с твердыми приманками, так и с мягкими. Великолепно вяжут рыбу, швыряют приманки. Снова троутист в действии держит, и при этом ведет совершенно спокойно. Конечно, навеска очень мелкая. Очень мелкая. Стоянно мой для релизера. Пожалуйста. Вот. Вот он гнется под нагрузкой. Видно даже по изгибу, что он все-таки более мощный по сравнению с тем же самым слендером. Удилище, которое приятно брать в руку, из рук уже выпускать не хочется, причем во всем. И с точки зрения внешности, и с точки зрения, ну, вот, баланс. Виден. Тут продумано все до мелочей, и это удилище действительно топового уровня, которое не будет стыдно взять в руки никому, даже избалованным форелятникам, которые привыкли к дорогим топовым японцам. Я уверен, что даже им это понравится. Собственно говоря, не знаю, что еще добавить к этому. Удилище, которое, в общем-то, все, кто его пробовали, остались в самых восторженных эмоциях. А пробовали разные, достаточно известные спортсмены. Ну, я не слышал ни одного отрицательного отзыва. Уверен, что если попробуйте его и вы, вас оно тоже не разочарует.